Приветствую! Многим из вас это видео не понравится. Не понравится, потому что в нем я скажу правду. Правду, которая несколько изменит ваше восприятие. Либо не изменит. Это уже как повезет. Но однозначно это будет та информация, к которой вы не привыкли. И именно поэтому вы захотите поставить этому видео дизлайк, либо же написать гневный комментарий. Но я вас очень прошу, прежде чем это сделать, досмотрите его до конца и постарайтесь воспринять ту информацию, которую я здесь буду излагать. Поехали! В начале 90-х годов на территории некогда существовавшего государства Украинская Советская Социалистическая Республика была создана Корпорация Украина. Это не государство, это не государственное образование, это частная корпорация Украина, в которой не существует президента, не существует кабинета министров, не существует Верховной Рады и не существует вообще никаких государственных органов. Так называемая национальная полиция, прокуратура, суды, территориальные центры комплектации и социальной поддержки являются исключительно частными компаниями. Информация о этих частных компаниях содержится в частных реестрах, в которых у этих компаний есть соответствующие номера и соответственно они являются ничем иным, как субъектами хозяйствования. А как мы знаем, государственные органы не могут заниматься хозяйственной деятельностью, они должны реализовывать власть в стране, ту власть, которая государственная. Ну а поскольку государственной власти в стране нет, государственных органов тоже нет, то и государства как такового нет. Вот такие истории вы можете найти в телеграм-каналах, в инстаграм-блогах, на ютубе. На ютубе вообще есть каналы, которые построены вокруг теории корпорация Украина, где люди очень уверенно с выкладками законов, с запросами и ответами на эти запросы показывают, что якобы государства здесь не существует, граждан не существует и госорганов не существует. Все это связано с одним и тем же, с отсутствием юридического образования. Да, вот все эти блоги ведутся людьми, которые называют себя активистами, правозащитниками, правоведами, но это люди не являются профессионалами в сфере права. И это прекрасные люди, они во многом очень хотят помочь людям и действительно пытаются защитить их права. Но проблема в том, что как юрист не может человека лечить, так и человек без юридического образования не может защищать чужие права. Для того, чтобы понимать, что написано в законе, нужно учиться годами. И тогда вы сможете разобраться, понять систему права в целом, систему законодательства. А как правило, люди, которые ведут подобные рассказы, они прочитали несколько статей, прочитали пару нормативно-правовых актов и думают, что поняли вообще систему права и систему законодательства. Нет, нет и еще раз нет. И я вас, дорогие зрители, хочу уберечь от просмотра этих каналов и даже не так, не от просмотра, а от действий по консультациям таких людей. Проблема в том, что когда вам консультацию о праве дает не юрист, ну это все равно, что я бы вам советовал, как лечить гипертонию, да, или что-нибудь другое. Ну, вы понимаете, консультации этих людей могут повлечь для вас уголовную ответственность там, где для этого никаких предпосылок вообще не было. Поэтому, друзья, у меня здесь простая позиция. Давайте лечиться у врачей, а по вопросам права консультироваться у юристов. Ну и, конечно же, обращаясь к тем людям, которые создают такой контент, которые распространяют этот контент, пожалуйста, задумайтесь о том, что первые, вы даете консультации, которые очень часто не являются юридически верными. Второе. Заявление о том, что государства Украина не существует, о том, что не существует госорганов, о том, что территориальным центрам комплектования и социальной поддержки можно не подчиняться, потому что это частные структуры. Это все антигосударственная деятельность, которая вредит не только конкретному человеку, которого на ровном месте могут привлечь к уголовной ответственности, но и вредит государству в целом. А напомню, что наше государство сейчас находится в состоянии фактической войны, да, пусть юридически она не объявлена, но фактически на сегодняшний день войска другого государства находятся на территории Украины. И заявления с призывом не подчиняться госорганам, законным требованиям госорганов, друзья, но, как мне кажется, это не совсем правильно. Ну а теперь давайте перейдем все-таки к вопросу тому, как должны формироваться и кем должны создаваться государственные органы в Украине. Те люди, которые являются адептами теории корпорации Украины, ссылаются всегда на пункт 12 статьи 92 Конституции Украины и говорят, что госорганы должны создаваться законом. Если нет закона о создании того-либо иного госоргана, все, это не госорган, это так, шалтай-болтай, шарашкина контора какая-то. Давайте обратимся к Конституции Украины и посмотрим, кем же на самом деле должны создаваться госорганы. На своих экранах вы сейчас видите статью 92 Конституции Украины, где сказано, что выключено законом Украины вызначаются и ось пункт 12 И вот здесь именно на основании этого пункта делается вывод, что государственные органы должны создаваться законом. И у меня вопрос, один, один единственный маленький вопрос, а где здесь слово создаваться? Где здесь створюватесь, або утворюватесь, видповидно до закону? Где это написано? Этого здесь не написано, здесь написано, что выключено законом и вызначается организация идеальность. Но не организация, не деяльность не предполагает именно создание. То есть организация и деяльность это не слова синонимы слову создание. И мы можем посмотреть дальше, например, эту же статью. И, например, вот здесь организация и порядок проведения выборов. Так что, слово организация это про что? Про создание выборов? Нет. Мы понимаем, что слово организация имеет совершенно другое значение, как и слово деяльность. И если мы пойдем дальше, вот понимаете, здесь главная проблема в чем? Люди, которые не являются юристами, но рассказывают вам про право, про закон. Проблема в том, что они не изучили все законы, они систему не знают, нет системного подхода в целом. Они выхватывают какой-то кусочек, не понимая, что там написано и делают вывод. Еще раз, друзья, подчеркиваю, в пункте 12 статьи 92 нет слова создается. Он не про создание. А где же про создание? А про создание здесь же, в Конституции Украины. В статье 116. Статья 116 это полномочия Кабинета Министров Украины. И там есть пункт 9, 9 прим. 1. И посмотрите, что написано в Конституции Украины. Кто может создавать органы виконавчей влады? Кабинет Министров утворюет, реорганизовывает и ликвидирует, соответственно, закону, Министерства и другие центральные органы виконавчей влады, действующие в межах денег, предназначенных на получение органов виконавчей влады. Итак, друзья, в Конституции Украины прямо написано, что государственные органы, органы виконавчей влады могут создаваться Кабинетом Министров Украины. Не законом, а Кабинетом Министров Украины. Какой мы делаем вывод? Люди, которые нам рассказывают, что органы государственной власти должны создаваться исключительно законом, во-первых, неправильно поняли смысл пункта 12 ст. 92 Конституции Украины. Там нет слова про утворение. А второе, они даже не удосужились прочитать Конституцию Украины до конца. И до 116 статьи хотя бы, даже до конца не нужно было читать. Нужно было дочитать до 116 статьи, где четко, прямо написано, утворюе центральные органы виконавчей влады. Вот оно, полномочия Кабмина. Соответственно, все органы, которые создал Кабинет Министров Украины и в соответствии с законом, которые как бы не созданы, то есть нет специального закона о создании того либо иного органа, это нормально созданные органы государственной власти. Это органы государственной власти, которые созданы в соответствии с предписаниями Конституции Украины. И конечно же мы должны вспомнить еще и про идентификационный код юридического лица. Многие люди утверждают, что поскольку у госорганов есть вот этот номер в ЕДРПОУ, значит это не госорганы уже, а субъекты хозяйствования и частной компании. Друзья, на сегодняшний день студент второго курса юридического факультета понимает, что не наличие номера идентификационного является ключевым вот тем отличием, водоразделом между частной компанией и государственным органом. Не это является определяющим, определяет то, кто его создает и с каким статусом его создают изначально. И как государство не может создать частную компанию, так и мы с вами физические лица не можем создать государственный орган. И создается в итоге государственный орган с статусом юридического лица. И конечно сейчас можно сказать много историй о том, что эти госорганы зарегистрированы в американских реестрах и прочее. Но это не выдерживает никакой критики, потому что это все реестры, которые являются базами данных, которые являются агрегаторами. Вы же почитайте на их сайтах, чем они по своей сути являются. Так вот, друзья, почему, давайте разберемся, у госорганов может быть ЕДРПОУ. И для этого мы опять же должны с вами обратиться к закону. И у нас есть профильный закон, который называется закон про державную реестрацию юридичных осіб, физичных осіб, предприемцев, громадских формувань. И в этом законе указано, какие же данные содержатся в реестре в отношении тех, либо иных лиц. И вот здесь, если мы посмотрим, есть часть третья, статья 9, где сказано следующее. В едином государственном реестре містятся такие відомости, что до державных органов и органов местного самоврядувания, как юридичных осіб. Найменование – идентификационный код. То есть, законом предусмотрена возможность иметь государственному органу статус юридического лица, и как юридическое лицо этот госорган в реестре получает номер. Но этот номер не меняет статус с государственного органа на частную компанию. По моему мнению, любую информацию нужно получать от специалистов в этой сфере. Вы сегодня получили информацию в сфере права. В этой сфере я работаю и учусь уже более 20 лет. За это время я получил полное высшее юридическое образование, ученую степень в сфере права, ученое звание, являюсь адвокатом, то есть имею и практический опыт применения действующего законодательства. А спросите у тех людей, которые называют себя активистами, правозащитниками, правоведами, а какой у них опыт работы в данной сфере. И после этого подумайте, кому стоит верить. Поскольку эта информация может изменить вашу жизнь, потому что выбрав человека, которому вы доверяете, вы будете поступать так или иначе. И последствия этих поступков будут совершенно разные. И если вы получите недостоверную информацию, вы сможете быть привлеченным к уголовной ответственности там, где этого можно было просто не то что избежать, а даже не приблизиться к этому. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков. Если считаете данное видео полезным, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях и подпишитесь на мой канал. На этом все. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok